Спонсор прогноза погоды Гинговид. Головный защитник судин и мозга от старения. Гарное здоровье, гарный настрой. Партнер показа прогноза погоды препарат Т2. Инсектицид в борьбе с колорадским жуком. Добрый день, дорогие телезрители. Рада нашей новой встрече. Как всегда в это время на ваших экранах прогноз погоды. Будет жарким или прохладным, солнечным или дождливым воскресный день, об этом вы узнаете уже совсем скоро. В студии для вас работает Олеся Вайнер. Начнем. Что ж, согласно данным синоптиков, 6-й день мая обещает быть жарким, но вместе с тем во многих украинских городах предвещается облачность, дожди и грозы. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 24. Теперь детальнее о погодной ситуации в каждом из регионов. В Центральной Украине суточные температурные показатели составят от 15 до 27 градусов тепла. Наряду с периодическими прояснениями в регионе с самого утра пойдут дожди и с небольшими перерывами продлятся до позднего вечера. Вероятность грозы в первой половине дня 75-80%. На юге страны термометр в течение суток покажут от 16 до 28 градусов со знаком «плюс». До беда в регионе будет преобладать переменная облачность. После южный небосвод станет немного темнее и повсеместно пройдут дожди. В Херсоне предвещается гроза. Ежегодно 6 мая в Украине отмечается День пограничника. Желаем всем, кто оберегает границы нашего государства, крепкого здоровья. Будьте отважны, пусть везет вам во всех делах. А в душе всегда царит солнечная погода. И снова о прогнозах. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 11 и 19 градусов выше нуля. Во Львове день выдастся погожим. В ровно ночью предвещается дождь и гроза. Но под утро ненастье утихнет и городской небосвод полностью прояснится. В Ивано-Франковске дождевые тучи появятся в утренние часы. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 14. А максимальная дневная достигнет 25 градусов тепла. В Чернигове до полудня предвидится переменная облачность. А вот после неба над городом займут серые тучи. Но осадков не прогнозируется. Жителям Сум зонты пригодятся в обед и на закате. В Житомире дождливым выдастся только утром. На востоке осадков будет чуть меньше, чем в других регионах. Но все же без зонтов местным жителям не обойтись. Термометры в течение суток покажут от 15 до 30 градусов тепла. А сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 16-17 градусов тепла. А днем прогнозируется 29-30. С ночи до позднего вечера в области предвещается лишь небольшая облачность с частыми прояснениями. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 16-17 градусов со знаком плюс. А в полуденные часы они колеблются в пределах 24 и 30. Над Славянском и Донецком легкие облака в течение целых суток будут расходиться, то вновь собираться. Но дождей они с собой не принесут. Мариуполь после жаркого дня остудит вечерний дождь. Также возможно гроза. Атмосферное давление в этот день составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха поднимется до 60% в ночные часы. При этом скорость ветра 8 метров в секунду с порывами до 15 в обеденное время. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 15 до 18 градусов тепла. А днем 28-29. В Павлограде пасмурный ночной небосвод на заре немного посветлеет. В Днепре первые прояснения покажутся в середине дня. До этого момента метеорологи пророчат горожанам сильную облачность и утренний дождь с грозой. До кривого рога серые тучи доберутся к полудню и не покинут его до конца дня. Спонсор показа прогноза погоды препарат Т2 и циктецит убородис колурадским жуком. И напоследок о погоде в столице Украины. При суточной температуре воздуха от 16 до 21 градуса тепла, ночью, утром и днем киевляне и гости города смогут наблюдать переменную облачность. Вечером столичный небосвод покроется серыми тучами, но осадка все же не предвидится. Это была вся информация о погоде на воскресенье 6 мая. Хорошего вам настроения и пусть это весной будет все намного лучше. До встречи в нашей студии. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА